Запрос Байдена на 24 миллиарда долларов Украине получит двухпартийную поддержку в Сенате. Лидеры демократов и республиканцев в Сенате США выразили поддержку продолжению помощи Украине. Законодатели вернулись в Вашингтон после каникул, столкнувшись с жесткими сроками принятия законопроектов о расходах, об этом сообщает РБК Украина со ссылкой на Reuters. Президент Джо Байден в прошлом месяце попросил Конгресс одобрить дополнительные расходы на сумму около 40 миллиардов долларов, в том числе 24 миллиарда долларов на Украину и другие международные нужды с целью продолжать поддерживать Украину в ее борьбе с российскими захватчиками, мы также должны продолжать поддерживать наших друзей в Украине. Сейчас больше, чем когда-либо, поскольку контрнаступление против сил Путина находится в самом разгаре, заявил лидер демократического большинства в Сенате Чак Шумер, открывая Сенат 5 сентября после августовских каникул, как отметил лидер республиканцев Митч МакКоннелл, главным приоритетом Сената должно быть обеспечение безопасности американского народа. «И в этом месяце у нас будет шанс сделать это за счет дополнительных осигнований на неотложные приоритеты национальной безопасности и помощи при стихийных бедствиях», заявил он. «Нам необходимо продолжать инвестировать в американскую оборонно-промышленную базу, чтобы поддержать наших партнеров в сегодняшней борьбе и помочь нашим силам сдерживать завтрашние угрозы», сказал МакКоннелл, запрос Белого дома. Советник Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан сообщил журналистам в Белом доме, что администрация тесно сотрудничает как с Сенатом, так и с Палатой представителей над пакетом дополнительной помощи, финансирование которого предполагается до конца 2023 года, Салливан сказал, что администрация полагает, что сможет обеспечить необходимое финансирование. «Разговоры были конструктивными, они были позитивными и предметными, и мы ожидаем, что сможем найти разумный пакет, чтобы Украина могла получить то, что ей нужно», сказал он. «Перспективы дополнительного запроса Байдена могут быть менее радужными в Палате представителей, где республиканцы имеют незначительное большинство, а некоторые крайне правые, особенно те, кто наиболее тесно связан с бывшим президентом республиканцем Дональдом Трампом, критикуют американское финансирование Киева, просьба Байдена о помощи Украине прозвучала в то время, когда перед законодателями стоит 1 октября крайний срок для принятия хотя бы краткосрочного законопроекта о расходах, в противном случае им грозит закрытие правительства, подробнее о помощи Украине читайте в материале РБК «Украина», «Доверяй, но проверяй». На каких условиях Запад готов давать Украине деньги?